Значит, обещал я снять билд на Некра в следующий раз, но так уж вышло, что мне вот этот товарищ с ником Хеллвид из земли дал на время своего рыцаря, чтобы я по нему рассказал об умениях, поэтому Некр пока подождет. У меня есть полчаса времени, чтобы воспользоваться этим персонажем. Так как у него некоторые скиллы вкачаны уже на 10, мы начнем с них. Не по порядку, а немножечко в разнобой. А потом мы очки скинем и уже будем дальше остальное по порядку изучать. Потому что пока есть где-то по 10 очков, можно посмотреть, сколько они на максимуме дают. Что? У него сейчас билд, он, как он сказал, для башни предела, я так понимаю. Поэтому это не пвп билд, там строго не судите. Активки, да? Активки у него только сейчас вкачано на 10. Давайте разберем, которые пока на 10. Вот этот вот скилл. Покровительство. Каждые 6 секунд, в течение 120 секунд восстанавливает жизнь и магию бойцов отряда. Откат 30 секунд, то бишь такой же баф, который постоянно дает какие-то плюхи. Восстанавливает 5% жизни и 2% маны. На арене мана нам не нужна, потому что она не исчезает. Восстанавливает 5% жизни. Она, как вам сказать, она хорошая, но она не для всех нужна. Она в основном важна для толстокожих бойцов. Варвары, которых экспи много. Вот эти же рыцари, у них там реген еще свой есть. К этому регену добавится этот реген. Это как бы прекрасно. Для остальных классов это не такая большая прибавка. Они могут сдохнуть быстрее, чем сработает на них этот баф. Ну, пользу вы поняли. 5% от вашего максимума, я так понимаю, у вас будет восстанавливаться. Каждые, причем 6 секунд. Эти 6 секунд вы должны еще прожить. Умудриться, что бывает 5% дало. Стоит оно потраченных очков или не стоит. Особенно 2% мана не нужно. Но для башни предела оно надо, потому что, чтобы пройти, рыцарь убегает, регенится потихонечку, потом опять вступает в бой. С мобами еще эта фишка прокатывает. Это в активках. Давайте посмотрим, где он еще 10 очков вложил. В пассивочке. Например, пассивка, первая ветка, да, защита. Давайте первую ветку прям сразу всю расскажем. Первый скилл пассивный. Чистота. Это когда все чистенько вокруг и няшненько. Повышает поглощение и снижение урона яда. Добавляет 60% плюс 75 единиц поглощения яда. Добавляет 90 единиц снижения ядовитого урона. Так, ну, первое это поглощение. Поглощение, я так думаю, оно в основном рулит на начальных этапах игры при маленьких уронах. Потому что снижает урон один к одному. Ну, я так полагаю, если 750 единиц поглощения, то оно снижает урон на 750. Ну, на 750. Это вот, ДПХ, блядь, дома, как это обозвать. А вот 90 единиц снижения, это повышается прот к яду на 90 единиц. То есть хорошо. Но у нас в основном яд никто не качает, и никто его не следит. И бьют он только некроманты в основном. И то там урон такой небольшой от него. Поэтому все этот яд не качает и думают, что он нахер не нужен. Поэтому тут вложили 3 очка, чтобы перейти к следующему скиллу. Следующая пассивочка у нас. Спасение. Повышает поглощение и снижение урона льда, огня, электричества. А тут посмотрите, как хорошо. Сразу всем стихиям добавляет. Тут только яду, а второй прям всем стихиям. То есть он в 3 раза круче, чем вот тот. Первый скилл. Естественно, он сделан на 10. Добавляет 150% плюс 1000 единиц поглощения льда, огня, электричества. И добавляет 150 единиц снижения. Блять. У него пассивка снижает сопроты стихиям больше, чем, блять, у варвара. У варвара 141. И плюс к этому еще добавляет 1000 единиц поглощения льда и еще 150%, а, еще и 150% там, 150% от чего, хуй его знает. Короче, это какой-то, а, я так полагаю, если у вас будет прокачано поглощение чему-либо, например, электричеству, то вот эта пассивка к этому поглощению добавит еще 150%. Но если у вас нигде поглощение не вкачано, то эти 150% их не к чему прибавлять. Но мы в основном в шмоте не то, чем поглощение, но оно есть в НЛО. Мы сначала в НЛО вкладываем сопроты, там, в уроны, но когда-нибудь настанет момент, когда очки-то надо будет вкладывать, и мы начнем их вкладывать в поглощение. Вот тут-то, блять, рыцарю это даст большую прибавку, чем остальным классом. Сейчас у него стоит на 10, потому что сопроты всем стихиям, это и есть хорошо. Третий скилл. Повышает, так, повышает шанс силу блока и максимальную жизнь. Увеличивает шанс и силу блока на 200 и увеличивает максимальную жизнь на 20 тысяч. Шанс и сила блока я вам рассказал, что при природе особой разницы там вы не найдете. Но это 200, это примерно, ну, даст соточку, да? Даже, ну, может, даст чуть меньше 90, но еще и максимальную жизнь дает 20 тысяч к этому. А 20 кусков это, блять, в ПВП там умножается на коэффициенты всякие. Плюс в шмотках очень хорошо точится экспи у рыцаря. И рыцарь специализируется на регене, и чем выше его экспи, тем и реген у него выше. И тогда его, блять, убить вообще почти невозможно. Для рыцаря экспи максимальное количество даже, блять, важнее, чем для варвара. Варвар его сразу проигрывает рыцарю на арене 1 на 1. Потому что там, где у рыцаря 11 кусков экспи, ой, миллионов, и он при этом регенится, а там, блять, до всех 20 миллионов дойдет в общей сложности. А у варвар, варвару нечем похвастаться, у него экспи, блять, одно, сдох и все. Скилл хороший, как бы, да. Нормальный скилл. Уровень 4. Повышает физическое и магическое поглощение и снижение урона. То есть, добавляет 200% плюс 3000 единиц физического и магического поглощения, добавляет 22 снижение физического и магического снижения. То бишь, еще и снижение физического и магического на 200. Это же пиздец. Вот у варвара такого нет. У него только баф на стихии есть, 250 всех стихий. И 141 пассивка. А тут 150 стихий. Еще и пассивка. Вот это вот ебануться. Почему все классы такие крутые? Варваров просто обделили. Я вообще, я до сих пор не понимаю. Там вторая ветка у варваров, она ни о чем, блять. Третья вообще для дебилов. А тут... И опять же, 200% физического и магического поглощения. То бишь, если есть поглощение физического и магического урона, к нему еще 200% добавится. То бишь, я качнул 5000 поглощения физы, у меня в НЛО 5000, а у рыцаря в это время 15000. С таким же успехом. Что-то мне не нравится эта хуйня, если честно. Ладно, вторая вкладка пассивок, это у нас битва. Так, в третьей вкладке тоже чуть-чуть есть. Вторая вкладка пассивок, битва. Первый... Первый, первый этот, как его? Скилл пассивный. Сосредоточенность. Повышает ближнюю и дальнюю точность. Добавляет 120 единиц ближнего попадания, 60 единиц дальнего уклонения. То есть прибавляет ближнюю и дальнюю точность, но при этом прибавляет ближнее попадание и уклонение. Что это за херня такая, блять? Давайте на английскую раскладочку мы это все изменим и посмотрим. Милли хит энд 60 рейндж додж. Ага. Милли хит энд 60 рейндж додж. Да, то есть получается ближнее попадание и дальнее уклонение. Значит он все-таки делает... попадает и уклоняется. Описание было дерьмо. Так, где-где-где? Куда сжать? Че делать? Вот. Запутался комсик совсем, блять. Ой-ой-ой-ой. Вообще запутался. Вот так. Уклонение рыцарю как... Лысому, блять, расческой и мертвому припарка. Ближнее попадание. Оно как бы и так оно есть. Попадание его можно сделать. Зачем дополнительно? Ну, 3 очка, поэтому он и вложил, чтобы перейти к следующему скиллу. Как раз 3 очка вложил, как бы, чтобы перейти. Еще и 120 единиц дали тебе. Ну, спасибо. И на этом, блять. Требуемая способность, сосредоточенность, да. Скилл сила. Повышает физический урон и бронебойность. Ну, это вообще распиздато. Здесь на 10, 20% физик, плюс 1500 единиц физического урона и 50 единиц бронебойности дает. Однозначно качать эту хрень. К дамагу вам прибавочка. Просто качать и все, не думая. Далее. Третий скилл. Непреклонность. Подвергаясь атаке на 5 секунд, повышает сопротивление оглушению и замерзанию. Добавляет 50 единиц сопротивления оглушению. Так, а давайте мы сейчас скинем все-таки очки уже. Опа, чтобы скинуть, нужен пароль второго уровня. А пароль второго уровня он мне не дал. Ну, значит, мы ни хрена ничего уже не скинем. 50 единиц сопротивления оглушению. Что дают на втором уровне, я теперь уже не узнаю. Так. Ну, понимаете, очки не резиновые. И если у вас не хватит очков на всякие крутые и вкусные скиллы, то этот скилл точно вы качать не будете. Потому что глушат не все, морозят не все и не всегда, а дамаг наносят постоянно. И вот это сопротивление, оно тоже порезано после перероды. И качать надо всего очень много. И может так случиться, что вы в качали, а толку от этого никакого не произошло. То бишь нужно опытным путем, опять же, вкладывать много очков, вставать на арене, да, против какого-нибудь там варвара. Пусть он вас глушит, или там лука пусть у вас морозит. И он вас будет, поверьте мне, морозить и глушить. Четвертый скилл. Требуем так, наказание. При обычной атаке есть шанс отнять услуг 100%. Это значит, бежит на вас некромант со своими прихвостнями, которые крытуют у вас по 1. И вы можете обычным ударом, если вы попадете, отнять услуги 100% жизни, и он умрет сразу. И то это шанс. Не факт, что вы попадете. То бишь, некромант стоит, курит в сторонке, вы в это время тыкаете в его дракона, блядь, раз 10, пока не сработает этот скилл. Ну и все. Некромант за этим наблюдает и делает селфи. Скилл просто ни о чем вообще, блядь. Прямо на смартфоне, прям зачеркните его, прям красный крестик поставьте, чтобы когда вы залезли сюда, было видно, что его нельзя вообще качать. Третья веточка, да, у нас пассивок. Качано на 3. Для башни, да? Сияние. В зоне поражения снижает меткость врагов. Снижает на 90 единиц дальнюю и ближнюю точность. Это значит по 30 за раз, да? То бишь снижает точность не так, чтобы на много. Даже если он снизит ее, по рыцарю все равно попадут. Это только хорошо, если он вкачает этот скилл на 10, применит его, точнее это получается у рыцаря как аура. Он должен бегать рядом с врагом, аура срабатывает на враге, у него понижается точность, и он может уже тогда больший раз промахнуться по убийце, который там вкачан на уклонение, и лук. А по рыцарю это вообще ничего не поможет. Он снизит точность, и при этом будет также получать 30 дюлей и от всех, и все, что я люблю. Не понимаю я этот скилл. Для рыцаря я не понимаю. Так. Второй скилл. Божественный свет. В зоне поражения снижает урон, наносимый противником. На 100 единиц. Вы можете себе это представить. Это на 4, да? А на 5 дает 125. Снижает урон. Ага. То есть урон снижает. Я так понимаю, вот во вкладке детали там есть... Ой, он мне сказал же, не святи, не святи НЛО. Все, не свечу. Там, в принципе, неинтересные были статы. Я вниз не не прокрутил. В общем, не покажу я вам тогда. Пассивный. Право-судия. Снижает на 100 единиц. Есть такая у нас в деталях вкладочка повышение всего урона. Так вот, у варвара, например, есть такая штука, она снижает повышение всего урона, но в процентном соотношении. То бишь, если у чувака будет 200 всего урона, то 28% от этого. Это вообще мизер. То бишь, это такой поганый скилл, что он просто... Еще он должен сработать с определенной вероятностью. Варвар должен бафнуться, когда по нему бьют. А тут и подбегает рыцарь к тебе, у него срабатывает аура, и он тебе тупо... Все повышение урона твое, блядь, почти до нуля его снижает. Это охерненная аура, если она правильно работает. Это на 4, да? А если на 10, будет, блядь, все 200. Это же ебануться можно. Понятно, откуда, блядь, рыцарь такой бронированный. Хуй пробьешь. Третий скилл. В зоне... Суд. В зоне поражения снижает у окружающих врагов шанс критического удара. Снижает на 20 единиц, далее там, наверное, на 40 единиц. Ага. Это будет где-то 200 единиц критудара, он снижает. Естественно, после перевода режется там где-то на соточку. То бишь, 10 очков, чтобы снизить на сотку урон крита. Причем крит, что 70% у вас, что 80%. Если он будет попадать в этот диапазон, он будет критовать. То бишь, я и при 50% прекрасно критую, это уже шанс к 1 к 1. Короче, бяка этот скилл. Я бы не стал качать. Четвертый уровень. Четвертый скилл. Императорские решения. В зоне поражения снижает шанс и силу блока. Эффект следующего уровня 30 единиц. Значит, дальше будет примерно, может быть, даже и 300. Ну, хотелось бы в это верить. И опять же, шанс и силу блока. До перерода мы качали шанс блока выше тысячи и силу блока побольше, побольше, как можно больше, потому что он рыцарь своей, блядь, от этой пассивкой, сука, он резал его. Шанс он резал, например, у меня было 1300, он резал его на 300, становилось 1000. То бишь, его пассивка не работала, но работала на силу блока, срезала хорошо силу, что тоже было для нас очень плачевно. Но теперь, опять же, сила порезана блока и причем очень сильно порезана, даже больше, чем два раза, получается какая-то хрень. Этот скилл, опять он будет работать в половину слабше, даже больше, чем в половину. Снизит шанс чуть-чуть, снизит силу чуть-чуть. Да, будет прибавка к тому, что мы будем более лучше пробиваться, но это такой мизер, который не стоит вложенных, вот сами посудите, если мы минимум вкладываем 3, 6, 9 и сюда 10 очков, это 19 очков, ебнуться. Ради вот этого скилла я бы не стал таким заниматься. Ладно, давайте перейдем к активным скиллам. Ничего я сбросить не могу, увы. Активный скилл, ослепляющая казнь. Ослепляющая атака наносит физический урон максимум 5 противникам, откат 1,5 секунды. Откат очень маленький и бьет по такими, блять, ебучими какими-то там взрывчиками. В общем, по мобам хорошо, потому что у него дамаг маленький будет, мобов высекает он более-менее хорошо, но для ПВП не годится очень тормознутый скилл. Второй скилл удар священного копья. Непрерывно пронзая врагов оружием, отбрасывает их назад. Откат 4 секунды. Тоже бьет перед собой, но бьет не одного чувака, бьет сразу нескольких чуваков. Откат уже 4 секунды, ДПА аж также маленький. Я помню, раньше чип бился с ним на арене этим скиллом, сейчас он им не пользуется. Я понимаю, почему, потому что дамаг какой-то у него небольшой. И чувак, пока он там нанесет, он как бы три раза тыкает, время идет, и можно так умереть. Тоже против мобов пойдет. Третий урон. Копье большой медведицы. Правда, летят не копья, а звездочки. Ослепляющее сияние большой медведицы наносит цель и урон с эффектом пранзания. Эффект пранзания, то бишь, они пролетают сквозь мобов, дальше летят. Три вспышки наносят 140 физического урона. Урон уже побольше, вспышки летят также по куче мобов, но, опять же, скилл тормознутый, для ПВП он не подойдет, потому что есть скиллы более интересные, чем вот этот. Также против мобов я им пользовался хорошо канайт. Далее. Роза из самоцветов. Появившаяся роза наносит окружающим врагам 360 градусов на ледяной урон и замедляет их на 5 единиц в течение 5 секунд. А далее так, наносит 150 единиц ледяного урона. Откат 6 секунд. А, да. Далее наносит 160 единиц ледяного урона. Замедляет на 5 единиц скорость. Ну, да. Будет чуть-чуть медленнее бегать враги. Бьет. Особо такого ничего сверхъестественного в этом скилле нет. Просто он на массу атаку вокруг себя. У рыцаря есть другие скиллы на это дело. И крест, и еще какая-то хрень он там вокруг себя бьет. И редкий вокруг себя бьет. У него все бьет вокруг себя. Поэтому, не знаю, вы можете качнуть или прокачать ледяной урон и пользоваться им. Можете не качать. Тут только вот дамаг и немножечко снизится скорость. 5 единиц сколько это много или мало я не знаю. Было бы это например в процентах 50 процентов ты понимаешь ты бегал так ага будешь бегать медленнее наполовину. 5 единиц я не знаю насколько это медленнее. Следующий активный скилл упавший с небес кара наносит огненный урон максимум 5 противникам от 5 секунд. Опять же целиться не надо забежал в гущу просто и хуйнул блять но он просто бьет огненным уроном. Если вы прокачиваете рыцарь в основном прокачивает физу и огненный урон в кфах и думаю если у вас очки там есть этот скилл будет у вас на вооружении или не будет сами посмотрите может вам тех двух скиллов редкий и там корскилл какой-то там не знаю может вам и хватит например но и этот тоже будет наносить дополнительный дамаг потому что рыцарям блять скиллы наносить вообще прекрасно они у него может поставить их 3 штуки в ряд блять они используются очень быстро не как у варвара там нажал блять он секунду думает да чё мой хозяин там скилл нажал блять сейчас вспомню чё он там делал а этот просто вы прям берёте блять 3 разных скилла прям жмёте сразу блять по порядку он их все применяет прекрасно батарея урона прям вам на башку люблю когда кто-то применяет такие скиллы на моих врагах следующий скилл прорыв 2 последнего последовательные атаки цели или ближайшего одного противника в течении 6 секунд снижает скорость на 50% вот тут чётко понятно на 50% снижает скорость чувака только я не могу 2 последовательные атаки я так понимаю просто перед собой бьёт 2 раза что-то такое пробовал им вроде бы да я пробовал он 2 раза бьёт своим копьём какая-то херня если честно физический урон очень маленький только вот бьёшь им ради того чтобы блять снизить скорость чувачка занять надо будет слот для скилла потратить на это очков никто этим никогда не пользовался и этот скилл я только увидел когда сам чуть-чуть поиграл рыцарем я посмотрел как он действует на мобах и то бросил это гиблое дело и начал пользоваться на мобах на мобах блять сука вот этим скиллом так вот этот скилл мы с вами разобрали и вот этот активочка что у нас тут ударное убийство наносит урон впереди стоящему врагу 50% шанса заморозить на 2 секунды откат 6 секунд наносит 175 ледяного урона следующий 190 прибавляется только ДП аж льда на 1 175 на 10 будет прекрасный дамаг плюс еще замораживает в 50% случаях заморозочку можно еще шанс подбить в НЛО в общем действует этот скилл быстро морозит бьет и он вообще прекрасно на ПВП арене может заслужить службу заморозили чувачка батарею своих блять скиллов которые по области вьюз нахуй ей вертили врага нет не знаю мне нравится скилл так перейдем значит к королевским скиллам да не на 5 у него роза щита и меча совершает 2 секундный рывок за секунду до рывка вы неуязвимы наносит урон всем противникам на пути после 2 секунд атака наносит АОЕ урон окружающим в процессе рывка можно контролировать направление я так понимаю это когда рыцарь вот так вот прилетит блять вперед только почему-то почему-то пишут 2 секунды он летит там не 2 блять секунды он долго там летает и оказывается что за секунду до рывка он еще и неуязвим блять читаешь вот он вроде там чуть-чуть где-то неуязвим и все а на арене он блять неуязвим всегда смотришь постоянно сука неуязвим являет что там умалчивает от нас во время рывка наносит 110% физический урон то есть он пока только рывок сделал вот я 110 он ни о чем поэтому естественно я на арене даже и не понимал что он оказывается при рывке может бить потому что дамаг маленький естественно я его не ощутил после рывка так и после рывка наносит 200% физического урона я так понимаю это когда он в конце ударил или когда он катится я даже не понимаю когда он катится он наносит урон блять или он просто катится тут какая-то ахинея мне кажется он просто катится тогда естественно почему это поэтому я дамаг не получал когда он катился ну ладно все проверить опытным путем я же нуб поэтому сменяю взятки гладки ой так дальше смотрим второй редкий скилл покровительство свыше создает крест перед игроком внутри креста каждые 3 секунды восстанавливается ваше здоровье врагам наносится урон можно создать только один крест откат с 6 секунд восстанавливает 5% жизни наносит 180% физического урона вообще понимаете поставил крест сам стоишь в нем лечишься блять а кто к тебе подошел получил люлей хорошо этот рыцарь поставил крест сам в нем стоит ой я не хочу получать люлей тогда я постою поодаль и подожду когда его крест исчезнет ну хорошо ты стоишь поодаль а он сука же регенится блять ты ой блять он же регенится получается что я бил то зря надо срочно его побить пойду побью подбежал к кресту блять меня крест ебошит еще и рыцарь блять в жопу долбит вот объясните мне почему у некоторых скиллы они такие сука читерные блять а у другим вот кукиш сука с маслом вот этот один из таких скиллов получается он сука тебя вообще вынуждает он стоит в кресту блять ему даже можно с тобой не бегать он поставил крест и стоит да и хуй с тобой бегает и там от меня подальше сам прибежишь блять я вынужу тебя вынудил вынужу блять уроды китайские все не хочу больше обсуждать этот скилл меня это бесит и редкий скилл смотрим создает крест перед опять крест наху сука этот скилл меня прям преследует оберегающий луч света вызывает божественный свет есть шанс привести врагов в замешательство наносит огромный запомните огромный урон я это лично на себе проверил и огненный урон сколько 440 огненного урона знаете люди я до этого момента не знал что столь 440 это это блять это даже я понял почему я вкачал блять сопроты огня и при этом подошел чипов и 2 ляма меня схуйну вот этим 440 лучше бы я не снимал это видео потому что мне плохо у меня сердце что-то забараклило блять почки отказывают плюс еще 52 процента шанса привести сервз замешательство 3 секунды у вас еще при этом 3 вот эти знаки вопросиков вы ничего не можете сделать потому что вы сидите жмете на кнопки они не работают и это после того как вам въебали 440 плюс развитые кф огня огненный баф каждую секунду наносит 130 и после этого китайцам показалось мало и они решили еще по 130 процентов 3 раза вам поджарить жопу это 4 секунды то есть 4 раза по 130 и при этом когда он это вам сделал вы ему не отомстите потому что он 2 секунды неуязвим 2 мать его секунды это вечность поймите этот скилл этот скилл это это мечта любого класса скилл 440 нет я хочу а вдруг быть в английской версии меньше вдруг нас обманули ну пожалуйста только пусть нам не будет 540 окей ну-ка оп блять та же херня та же херня че может скин пассивки по другому тут у нас все работает да нет все то же самое все то же самое где-то вот здесь могли быть косяки критикал рейт ага это все энерги сни атак да 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 а кстати тут какой-то скилл в английской раскладке мы когда поменяли он вроде бьет сопротивление коэффициенту человека что-то такое было сейчас найти не могу нигде ну и херстник где-то где-то был короче Или мне Просто Это показалось Ну и хер с ним Короче вы поняли Рыцари это блять Ну вы по чипе поняли да Кто такие рыцари Все третий класс Который я в саппорт надо написать На удаление Все Надо пойти кофе попить Персонажи блять имбовых